всем привет с вами кекс и сегодня я вам расскажу о шоколадно-масляном ганаже его рецепт очень простой я сейчас практически полностью перешла на такой ганаж если мне нужно выровнять именно торт вы очень долго спрашивали и на канале и в группе и я решила не отвечать всем одно и то же а просто снять видео чтобы уже было видно наглядно и понятно то есть здесь все на самом деле очень просто нам особенным образом нужно смешать масло и шоколад чтобы ничего не расслоилось и у нас была густая масса которая у нас нормально будет покрывать тортик и потом это все еще должно остыть чтобы не схватывалась с мастикой и конечно же не пропускать влагу к нашей мастике я взяла чуть меньше чем 400 грамм у меня две пачки масла но с одной и там чуть-чуть уголочек отрезала а вообще нам нужно просто в равных количествах точно так же как мы делаем и с обычным ганажем на сливках точно также и здесь просто берем 400 плюс 400 вот как бы среднем ну если вам нужно меньше то просто делайте пачку на пачку у меня как бы вот две в этот раз у меня масло постояла при комнатной температуре так что она мягкая но на самом деле не всегда у меня так получается то есть даже если у вас масло с холодильника но это дальше я уже по ходу вам расскажу то есть ничего страшного то есть все будет нормально конечно не с морозильника но все будет хорошо этот вид ганаша очень хорош тем что вы видите первые 30 секунд вот в микроволновке подержала и уже он начинает расставать и вот так вот по 30 секунд я свой шоколад растаплят этот наш хорош тем что девочки вот допустим делают масло плюс сгущенка некоторые делают шоколад плюс сливки а мы просто соединили масло плюс шоколад то есть здесь получается насыщенное шоколадное масло и она и в то же время шоколадное и в то же время жирно то есть не пропускает влагу к нашей мастике у вас никогда ничего не потечет с вашего тортика я даже вот этим ганашем когда подтапливала делала вот эти потеки сверху на тортике может кто видел там был и свадебный такой по мастике сверху то есть вы обычной глазурью по мастике не польете потому что она вас потечет а вот таким вот масляный шоколадным ганашем пожалуйста вы можете его чуть подогреваете то есть масло идеально при воздействии температуры расходится и шоколад идеально расходится и можно варьировать густоту и уже вашу длину потеков будет зависеть от того какой густоты у вас как бы насколько вы нагрели насколько у вас густое как это правильно сказать густая масса вышла у меня полностью растаял шоколад и теперь я без всяких зазоров совести абсолютно спокойно ввожу сразу все масло нужно в этот раз у меня масло комнатной температуры поэтому вот она мягкая и очень хорошо разойдется для того чтобы она как бы очень быстро и хорошо разошлось лучше конечно вот так вот его подержите при комнатной температуре вот но когда выбора нет если надо очень быстро то даже если как охлажденное масло тоже у нас подойдет все масло мы вкинули как бы это самое простое главное не перегрейте шоколад проверяйте его каждые там 20-30 секунд перемешивайте покуда он у вас топится и сейчас мы просто берем в руки наш великолепный миксер и просто взбиваем нашу смесь это можно сделать конечно венчиком но бить нужно довольно быстро как бы чтобы у вас хорошо это называется соединение масла с чем-либо это эмульсия то есть нам нужно сделать хорошую эмульсию то есть чтобы все соединилось масло при воздействии теплоты шоколада подтаивает и хорошо соединяется то есть обволакивает шоколад и все классно если вы взяли масло из холодильника у вас там могут не полностью растворяться кое-какие кусочки у меня видите вот все идеально вот уже гладкая текстура если масло из холодильника такое может быть комочками тоже не вопрос поставили на 10 секунд в микроволновку взбили еще на 10 секунд в микроволновку взбили масло под воздействием температуры опять-таки расходится действует на шоколад шоколад тоже расходится все класс то есть я с этим ганашем очень люблю работать я даже не знаю это может не совсем правильно что это называется ганаш но это шоколадно-масляный ганаш вот храню вот я допустим сделала на две пачки масла этого мне достаточно порядка ну на 4 тортика вот как бы в среднем 3-4 торта это точно что хватит видите вот она не очень жидкая не очень густая но если она вот немножко постоит она начнет схватываться то есть шоколад начнет схватываться масло начнет схватываться я переливаю это все в баночке мне так проще потом микроволновки или на водяной бане греть не знаю сколько тут здесь не наверное 300 граммовая баночка если не ошибаюсь и это у меня будет полная пол-литровая банка и вот это вот баночка я не знаю там 200-300 грамм не знаю и я потом у меня даже есть вот стоит там при комнатной температуре достала вместе с маслом из холодильника предыдущему ганаш я пару дней назад делала как раз просто были тортики и он уже весь израсходовался посмотрите вот блестящая какая текстура и вы сейчас просто добавлю наверх в эту баночку то есть абсолютно спокойно в холодильнике недели две не вопрос в морозильнике еще больше несколько месяцев может он отлично стоять точно так же как хранится обычное масло видите густой текучий такой вот с ложки не сбегают то есть если мы мажем бака торта то есть он не будет сильно бежать по поверхности и это я его только сделала то есть вот мой густой при комнатной температуре он гуще чем масло допустим при комнатной температуре так как шоколад еще более как бы твердый придает твердости так что пробуйте я думаю вам очень понравится с ним работать если я вдруг что-то не упомянула не указала спрашивайте в комментариях или в моей новой группе вконтакте и ее ссылочку вы можете найти под описанием а так с вами был кекс буду очень рада вашим отзывам и комментариям ставьте пальчики вверх целую пока пока а